В лесах Тверской области за месяц потерялись более 200 человек. Это лето, а вернее июль, в Тверском регионе выдался очень богатым на грибы. Чаще всего в лесах теряются и не могут выйти пожилые люди в возрасте от 65 лет. Причем некоторые из них, отправляясь по ягодам или грибам, даже не берут с собой телефон. Об этом рассказывает Анастасия Новичкова. В фильмах и книгах нам часто рассказывают, как заблудившиеся герои ходят по кругу в лесу. Так действительно бывает, потому что правая нога делает движение с чуть большей силой, чем левая. Поэтому идти по прямой просто не получится. В этом году только за один месяц лета в лесах Верхней Волжи заблудились более 200 человек. Мы решили узнать у тверчан, терялись ли они в лесу и как это было. Терялись. Ушли из детьми в лес. Загрибами. Потерялись. Сами вышли, да. Но не знали, в какую сторону. Вышли на дорогу, но не знали, куда идти. Терялся. И как вы поступили в такой ситуации? Замечательно поступил. Это целую ночь провел в лесу. Теплая ночь летняя. Я иду по лесу, летают совы, какие-то звуки. Я просто шел до первой дороги. Дошел до нее и кутое вышло на ленинградской шоссе. Вот такое блуждание было. В лесу очень плохо смогла ориентироваться. Просто вообще не понимала, где у меня лево, где право, где что. Просто вот кружило. И как раз вот сегодня этот день, и как раз вот в него я попала в лесу. Молилась и только поэтому вышла. Да, я терялся в лесу. Я поехал с приятелем где-то по Тверской области. И оказалось, что мы прямо через пару часов, он прям такой крутой гид, поняли, что нам не выбраться. И деревья становились все плотнее, плотнее, плотнее. Везде все было порыто. Какашки этих кабанов и погрызенные местами, так, лосями. В общем, природа все становилась все более страшной и дикой. Но мы в итоге вырвались, когда уже было темно, на небольшой плато и смогли разбить палатку. Но вообще мы немного опасались, что нас сегодня сожрет ночью. Кординку большую надо с собой иметь. Грибов наберешь больше, потом тебя найдут. Большинство опрошенных тверичан блуждали по лесу в поисках выхода. И до сих пор находятся под впечатлением. Главный вопрос, как действовать в таких ситуациях. Об этом информируют волонтеры поискового отряда «Сова». В их структуре насчитывается свыше 700 волонтеров. На Тверское отделение приходится основная нагрузка. Чуть ли не каждый день ребята выдвигаются на поиски пропавших. Первое, что нужно делать, когда потерялся в лесу, это перестать паниковать. Потому что когда человек понимает, что он ходит, ходит, ходит кругами и так далее, и, соответственно, не может найти дорогу к дому, темнеет, и человек начинает паниковать. Особенно если это с ним первый раз, особенно если у него нет с собой спичек, фонаря и так далее. Первое, соответственно, что нужно сделать после того, как уже перестал паниковать, это оставаться на месте и попытаться выйти на связь по номеру телефонной экстренной службы. Это 112. Либо мы советуем записывать в телефон номера поискового спасательного отряда «Сова», которые есть у нас везде в открытом доступе, и звонить. После этого четко следовать инструкциям либо спасателей, которые будут курировать этот поиск, либо волонтеров «Совы». Чаще всего в лесах теряются и не могут выйти пожилые люди старше 65 лет. Причем некоторые из них, отправляясь по грибы или ягоды, даже не берут с собой телефон. Но есть родные и близкие, которые сразу бьют тревогу. И чтобы обезопасить себя, следует запомнить основные правила. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Если вы поняли, что не можете сориентироваться на месте и не знаете, как выбраться из леса, не паникуйте, соберитесь и определите для себя порядок действий. Вспомните, где и как вы ходили, прислушайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельствующие о близости людей. Такие действия могут спасти вам жизнь.